24 игрока. Одни из сильнейших теннисистов Барнаула, Бийска и Новосибирска встретились на кортах клуба чемпион. Выше их раздела мастерс есть только два. Грандслам и суперслам. Это вершина Олимпа в Аматуре Всероссийской ассоциации теннисистов. Первый раз проводим за последние года три такой турнир. Приехали новосибирцы у нас, то есть чего обычно не было. Как бы самые сильные игроки у нас, если посмотреть, тренера выступают, тоже очень значимо. Много болельщиков, такое вообще впервые за последнее время. По регламенту турнира спортсменов ждала борьба в группе, а дальше лучшие пары выходили в основной плей-офф, где вели борьбу за финал. А те, кому победить не удалось, играли в утешительном турнире. Среди участников единственная девушка и оказалось ей легче и удобнее играть с мужчинами. Женский теннис, так его и называют, женский теннис это перепад настроения, это всегда какие-то ссоры. Такое бывает, что кто-то с кем-то ссорится, я попал, ты попал в аут, нет, я не попал. И вот на этом фоне возникают какие-либо конфликты. Кстати, борьбу за золото вел и директор сибирской медиагруппы Андрей Абрамов. Вместе со своим напарником Артемом Верхушиным они предприняли попытку взобраться на пьедестал, но в этот раз без медали. Да, эмоции на самом деле отличные, много чего не получилось, потому что давно не играли перед зрителями, перед своими зрителями. Тем более, когда играешь в Новосибирске, чуть-чуть легче, никого не знаешь, ни о чем не думаешь. Ну а тут в первой игре очень сильно волновались, поэтому так быстро проиграли. Ну, вторая игра, боролись, но не получилось. По итогу турнира золото взяла пара из Барнаула. Это Алексей Трикос и Алексей Зарубкин. Серебро получилось сборным в паре бийский и барнаульский теннисисты. Аналогично и бронзопризеры из Новосибирска и Барнаула. Победители получили кубки, грамоты и небольшие денежные вознаграждения. Организаторы же хотят как можно чаще проводить подобные турниры. Ведь в последнее время большой теннис в край набирает популярность. Все больше детей и взрослых приходят на тренировки и участвуют в разных соревнованиях. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.